Привет, вы на канале ProCuber и в этом видео я расскажу про несколько самых популярных методов скоростной и только сборки кубика Рубика. Это будет не обучение, а просто объяснение в общих чертах как работают эти методы, какие-то любопытные факты и мелочи об этих методах и их создателях. В этом видео я затрону метод Джессики Фридрих, метод Петруса, метод Ру, метод ЗБ и метод ЗЗ. Приятного просмотра! Метод Джессики Фридрих, первый и наверное самый популярный метод скоростной сборки кубика Рубика. Данный метод из семейства C-Fi-O-P, что расшифровывается как CROSS, F2L, OLL и PLL. Первая буква от каждого этапа дала название семейству послойных методов сборки кубика Рубика. Данный метод был разработан группой куберов-энтузиастов в 1981 году, в том числе и Джессикой Фридрих. В первую очередь, благодаря ее публикациям этого метода у себя на сайте, метод стал крайне популярен в период возрождения спидкубинга в конце 90-х и начале 2000-х годов. Все люди, которые узнали о методе с сайта Фридрих, стали ошибочно называть данный метод методом Джессики Фридрих. Сборка кубика по этому методу состоит из четырех этапов. Первый этап включает в себя сборку креста. Второй этап это F2L, сборка первых двух слоев одновременно. Третий этап это OLL, сборка желтой шапки. И четвертый этап PLL, расстановка элементов последнего слоя. Метод насчитывает 119 алгоритмов, а среднее количество ходов при сборке им составляет 55 ходов. Уже тогда, в 90-х и 2000-х ходили слухи о том, какой метод лучше. Но люди не понимали, что не метод важен, а навыки спидкубера. Сейчас то же самое, только спидкуберы спорят о кубиках, думая, что благодаря какому-то кубику результаты сами по себе пойдут вверх. На самом деле кубик не важен, важно то, где он был куплен. Шутка, конечно же, но если вам нужны классные, а самые главные актуальные кубы, то по лучшим ценам в России их можно купить у ребят из speedcubes.ru. У них все новинки в России появляются обычно быстрее всего. У ребят быстрая доставка по России от одного дня, а также огромный ассортимент кубиков Рубика и других головоломок для всей семьи на любой вкус и возраст. У них регулярно проходят распродажи классных кубиков по приятным ценам. И если ты любишь головоломки, то закупайся на speedcubes.ru с выгодой. Метод Петрус был предложен Ларсом Петрусом в 1981 году и считается, что этот метод второй по популярности после методов Ридрих, наряду с такими методами как РУ и ЗАЗ, о которых мы поговорим чуть-чуть дальше. Данный метод основан на технике блокбилдинг. Это значит, что кубик собирается блоками. Первый этап заключается в сборке блока 2х2х2 в любом месте кубика. Второй этап – расширение блока 2х2х2 до блока 2х2х3. Следующий этап – это правильное ориентирование ребер. Кто знаком со сборкой вслепую, должен понимать, что это значит. Сейчас я, к сожалению, не буду останавливаться на этом подробно. Далее дособираются первые два слоя на кубике, а после этого действовать можно по-разному. Но в оригинале метода необходимо сначала развернуть и расставить по местам углы, используя алгоритмы CLL, а затем то же самое провернуть с ребрами, уже используя алгоритмы ELL. Таким образом, получается, что в среднем можно собирать кубик примерно на 5 ходов меньше, чем в методе Фридрих, где-то за 50 ходов. Считается, что метод Петрус более интуитивен и содержит меньше алгоритмов, чем тот же Фридрих. Например, для первых двух слоев в Петрусе алгоритмы как бы не нужны, а вот для последнего слоя необходимо около 70 алгоритмов CLL и ELL. Создателями метода ЗБ считаются польский спидкубер Збигнев-Зборовский и Рон Ван Брюхем, создатель Всемирной Ассоциации Спидкубинга, более известный как ВЦА. Метод ЗБ в какой-то степени основан на методе Сифоп, но немного другой. Суть его в том, что сначала собирается крест, затем 3 стандартных пары F2L, а вот в конце последняя пара собирается таким образом, что у нас всегда собирается крест на желтой шапке. Этот этап называется ЗБЛС или ЗБФ2Л и содержит более 300 алгоритмов только для последней пары F2L. После этапа ЗБЛС следует любимой многими ЗБЛЛ. Этот этап предполагает сборку последнего слоя одним алгоритмом. ЗБЛЛ включает в себя почти 500 алгоритмов для абсолютно всех ситуаций с собранного креста на желтой шапке. Всего метод ЗБ насчитывает почти 800 алгоритмов и является очень сложным в изучении методом, но благодаря этому кубик можно в среднем собирать где-то за 45 ходов. Метод РУ был предложен французским спидкубером Жилем РУ в 2003 году. Данный метод, так же как и метод Петрус, основан на технике блокбилдинг. Первым делом нужно собрать блок 1х2х3, это делается интуитивно, а затем напротив собирается еще один такой же блок 1х2х3. После того, как друг напротив друга будут готовы два блока 1х2х3, ориентируются и расставляются по местам четыре верхних угла. Для этого можно использовать алгоритмы СОЛЛ, либо СМЛЛ. И последний этап метода РУ называется ЛСЕ. Last Six Edge. Последние шесть ребер. В котором сначала ориентируются последние шесть ребер, и потом они расставляются на свои места, используя преимущественно движения U и M. Среднее количество ходов при использовании этого метода для скоростной сборки равно 48, но так же этот метод широко используется для сборки на количество ходов. И в среднем на КХС собирают примерно за 28 ходов. Вся фишка в технике блокбилдинг. Метод ЗЗ был предложен в 2006 году польским спидкубером Збигневом-Зборовским, который уже принимал участие в создании метода ЗБ в 2003 году. Данный метод является гибридом между методом РУ и методом Фридрих. Визуально он очень похож на Фридрих, но немного отличается. Суть метода заключается в том, что сначала собирается не крест, а полоска. И самое необычное, что во время сборки полоски необходимо ориентировать все ребра правильно, что в будущем даст кое-какие преимущества. Например, кубик будет собираться без перехватов, и после сборки двух слоев всегда будет собранный крест на желтой шапке. После успешной сборки линии и ориентирования всех ребер техникой блок-билдинг дособирается второй слой. Обычно это два блока 2х2 и потом дорешиваются две пары F2L, такими алгоритмами, которые не влияют на ориентирование ребер. Последний же этап можно собирать по-разному, в один этап используя уже знакомый ЗБЛЛ, либо в два этапа, используя СОЛЛ и ЕПЛЛ. Этим методом можно собирать кубик в среднем за 44 хода, но при этом количество алгоритмов, которое придется освоить, около 500 штук. Если вам понравилось видео и у вас есть какие-то вопросы по этим методам, то задавайте их в комментариях, если же соберем тысячу лайков, я могу сделать более подробное сравнение с примерами сборок по этим методам, а также проведу анализ и попробую ответить, какой метод все-таки круче всех. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы гарантированно получать уведомления новых видео, и до скорой встречи в новом видео.